Возможно, вы слышали, что термин биполярное расстройство используется для описания капризного человека или человека с перепадами настроения, но разговорное использование этого термина в действительности отличается от клинического диагноза. Биполярное расстройство, которое раньше называли маниакально-депрессивным психозом, представляет собой серьезное психическое расстройство, которое вызывает у человека резкие сдвиги в эмоциях, настроении и уровне энергии, от крайне низких до крайне высоких показателей. Эти сдвиги не происходят моментально, обычно они происходят в течение нескольких дней или недель. Существует несколько различных типов биполярного расстройства, но есть и некоторые общие черты. Первое – это плохое настроение, которое также наблюдается при большом депрессивном расстройстве или также известном как униполярная депрессия. Люди с униполярной депрессией чувствуют себя безнадежными и обескураженными, им не хватает энергии и умственной концентрации, а также могут присутствовать физические симптомы, такие как слишком большая или слишком маленькая потребность в еде и сне. Но помимо этих спадов настроения, биполярное расстройство отличается от униполярной депрессии тем, что у людей могут быть периоды предподнятого настроения, которые называются маниакальными или гипоманиакальными эпизодами, в зависимости от степени их тяжести. В маниакальном состоянии люди могут чувствовать себя энергичными, чрезмерно счастливыми или оптимистичными, или даже эйфоричными. И на первый взгляд, эти симптомы могут показаться очень положительными, но когда человек находится в полном маниакальном эпизоде, эти симптомы могут достигать опасных крайностей. Человек, страдающий манией, может вложить все свои деньги в рискованное дело или вести себя безрассудно. Люди могут говорить с речевым напором, когда они постоянно говорят в быстром темпе, или у них может наблюдаться скачка идей. В этой стадии люди чувствуют себя напряженными и считают, что им не нужен сон. Маниакальные эпизоды также могут включать манию величия. Например, они могут верить, что выполняют личную миссию от Бога, или что они владеют сверхъестественными способностями. Во время этого состояния они принимают неверные решения, не обращая внимания на дальнейшие последствия. Одним из способов понять эти колебания – изобразить их на графике. Допустим, ось Y – это настроение, мания или депрессия на дальних концах оси, а ось X – это время. У нейротипичного человека, то есть у человека без психических расстройств, могут быть обычные взлеты и падения на протяжении всей жизни. Могут даже наблюдаться довольно серьезные спады время от времени, возможно после потери работы или переезда на новое место или чувство одиночества. Тем не менее, у человека с униполярной депрессией могут быть нормальные максимумы, но при этом наблюдаются сокрушительные минимумы, которые длятся в течение длительного периода времени и могут не иметь очевидного триггера. Начнем с биполярного расстройства первого типа. У людей с этим диагнозом должны быть серьезные спады настроения, которые длятся не менее двух недель, и сильные подъемы, которые длятся не менее недели и требуют госпитализации. Тем не менее, маниакальные эпизоды, которые остались без лечения, могут длиться до 3-6 месяцев. Депрессия наблюдается в большинстве случаев, но она не требуется для постановки диагноза. Люди с биполярным расстройством второго типа испытывают похожие падения, а также дополнительные подъемы. Эти эпизоды называются гипоманией и представляют менее тяжелые маниакальные эпизоды, наблюдаемые при биполярном расстройстве первого типа. Чтобы поставить диагноз, эти гипоманиакальные симптомы должны длиться не менее четырех дней. Опять же, эти симптомы обычно длятся несколько недель до нескольких месяцев. Третий тип биполярного расстройства называется циклотемией или циклотемическим расстройством. Люди с циклотемией имеют более легкие спады, а также более мягкие максимумы или гипоманию, как вы видите на графике при биполярном расстройстве второго типа. Они циклически переключаются между этими двумя состояниями в течение периода длящегося не менее двух лет. Иногда у людей с биполярным расстройством могут проявляться и другие, менее распространенные симптомы, например, так называемые смешанные симптомы, когда одновременно возникают симптомы как и депрессии, так и мании. Другой симптом, который наблюдается у пациентов, является быстрая цикличность, когда у людей бывают четыре или более эпизоды в депрессии или мании в течение определенного года. Как и большинство психических расстройств, точная причина биполярного расстройства неизвестна. Также не был найден ни один ген, ответственный за биполярное расстройство, но считается, что определенную роль играют генетический фактор и факторы окружающей среды. Например, пациенты, у которых члены семьи страдают биполярным расстройством, в 10 раз чаще наблюдается это расстройство. Еще один факт заключается в том, что некоторые медикаменты могут вызывать маниакальные эпизоды, например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Также стоит упомянуть, что люди с биполярным расстройством часто имеют и другие расстройства, такие как тревожные расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, СДВГ и расстройства личности, что делает диагностику и лечение достаточно сложным. Несмотря на то, что нет медикаментов от биполярного расстройства, выявление и лечение пациентов действительно важно, поскольку существует реальная опасность того, что человек может причинить себе вред или покончить жизнь самоубийством. Один из старейших методов лечения, который также является одним из самых эффективных, это соли лития. Литий действует как стабилизатор настроения, сглаживая взлеты и падения. Тем не менее, литий гораздо лучше подходит для лечения маниакальных, чем депрессивных эпизодов, поэтому люди, которые его принимают, часто приходится принимать и другие медикаменты, что может быть проблематично, поскольку некоторые антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, могут вызывать маниакальные эпизоды у людей, которые к ним предрасположены. Другие варианты лечения включают нейролептики, противосудорожные препараты и бензодиазепины, но многие из них, включая литий, имеют побочные эффекты, которые могут быть серьезными и приводить к несоблюдению режима лечения, например, самопроизвольному отказу от назначенных медикаментов, что может быть опасно. Психологическое лечение, такое как разговорная психотерапия или когнитивно-поведенческая терапия, может помочь при лечении униполярной депрессии, но они не особо эффективны при лечении маниакальных эпизодов. Но при всем при этом, психотерапия все еще остается полезным инструментом для помощи людям с биполярным расстройством, особенно после того, как маниакальный эпизод закончился. Она также может помочь справиться со стрессовыми ситуациями, которые в противном случае могли бы привести к маниакальному эпизоду, тем самым помогая в первую очередь предотвратить потенциальный маниакальный эпизод. Итак, очень быстрее резюме. Биполярное расстройство – это психологическое расстройство, характеризующееся депрессией или периодами пониженного настроения, а также манией – периодами повышенного настроения.